Добрый день! Сегодня у нас две коробочки, два Pyramorphics от Limcube. Один Circle Pyramorphics Plus, а другой, ну не минус, но без плюс. Этот я уже показывал и не до конца раскрыл его возможности. Добрые люди мне подсказали, поэтому сейчас расскажу больше. Заодно их и сравним. Комплектация все та же. Это у нас версия плюс, это версия не плюс, обычная. В чем суть? Базируются они обе пирамидки на простом Pyramorphics, а это кубик 2х2 в форме пирамидки. Ну и здесь есть дополнительные элементы, такие вот центральные. И в прошлом видео я не нашел им применения, потому что как не вращал, не получилось у меня их перемешать. Но оказывается, надо просто сделать пару движений, типа пиф-пафа, и получить вот такую вот конструкцию. И тогда можно перемешивать. Можно их менять дальше, как-то посильнее крутить еще. Ну и сборка становится веселей. Просто в таком положении их не перемешать, нужно именно вот так вот сделать. Ну не сильно перемешивается, но зато дополнительные возможности. То есть собирается не так уж и просто обратно, если хорошенько перемешать. То есть он и сам пираморфикс требует некоторых навыков сборки. Но эти элементики тоже. То есть вот в таком положении здесь вращать не получится. Вот в таком положении тоже не вращается. Надо, чтобы здесь был угол. Угол сюда, если поставим, то вот уже на вращение доступно. Если этим вращением не пользоваться, то будет просто пираморфикс, который вращается хуже, чем надо. Ну вот такие возможности. Что же добавилось в версии плюс? Плюс значит больше разрезов. Они действительно есть. И у нас вращаются уголки. Как все ждут на пираморфиксе 2х2, что будут вращаться именно уголки вот так. Но этого не происходит. Здесь вот такое вращение недоступно. Можно только так. А здесь можно и так, и так. Причем вот эти элементы такие же, как на пираморфиксе не плюс. Вот они. Внешние есть и работают они точно так же. Но есть еще вот эти маленькие, которые позволяют вот такое вращение. Более того, можно этот пираморфикс, который плюс, вращать как обычный, не плюс. А можно и вращать с изменением формы не только больших элементов, но и маленьких. Ну и сейчас я покажу, как это что происходит. Кстати, про добрых людей. После того видео мне очень многие написали и в комментариях, и на почту, и вконтакте. Очень много людей откликнулись на мою просьбу помочь, что я недопонял с этим. И помочь найти ромбойдер вот этот. У него странное название. Вот такое вот какое-то, трудновыговариваемое. Ну, в общем-то, я в тот же день и купил. В магазине, где он был единственный в наличии, в котором я уже смотрел, на Алиэкспресс купил. И вот он теперь у меня есть. Но мне ссылок накидали, там нашли и в других местах, чуть подороже. То есть найти можно, не эксклюзив, хоть и реже встречается, чем другие. У него также тут что-то вращается. Ну, подробно о нем расскажу отдельно. Спасибо всем, кто помогал. Ну и теперь давайте с этим. Также здесь можно сделать вот так. Да? И перемешать вот эти части. Все перемешивается. Делаем, если обратно. Ну, вот тут я развернул. Можно повернуть вот так. Тогда мы перемешиваем маленькие части. Вроде бы ничего хитрого. Отдельно соберем большие, отдельно соберем маленькие. И потом соберем как пираморфикс. Вроде три этапа. Но, при желании, здесь можно найти и четвертый этап. А даже без желания его можно найти. Это смена формы вот этих маленьких элементов. Для этого мы просто повернем как-нибудь не так, как хотелось бы. И делаем вот такой поворот, который доступен. У нас получается вот этот элемент уже вышел из плоскости. То есть тот элемент, который должен быть вот здесь, крупный, он встал на место маленького. А на место большого встал маленький. Вот так вот повернем. Еще как-нибудь повращаем. И это все превращается в страшное, страшное дело. И получается, что вот эти большие элементы мы можем перемещать не только вот в таком положении, как у пираморфикса не плюс, но и изменяя форму и в таком вот положении. И в итоге можно перемешивать очень даже хорошо. Давайте уж совсем перемешаем. Я полностью собирать не буду, это не так быстро. Я еще эффективно это делать не научился, но разок собрал. Смотрите, в какую красоту это дело превращается. Вот оно как. Вот так, к сожалению, вращать нельзя, только вот за большой. За большой уголок. Ну, это тоже уголок, но он совсем маленький становится, когда от него все отделить. И вот стало, стало так красиво. В итоге, если сравнить с предыдущей серией трансформируемых пирамидок, трансформ пирамидок с 2 на 2, у них тут вот эти элементики были. Такой же пираморфикс, да? Ну, а дополнительные элементы вот эти. То эта серия плюс, или циркл, или сёкл, или цирковой, не всем понравилось название, но цирковой, по-моему, подходит. Здесь гораздо веселее все. И они, наверное, будут сильно сложнее. Вот так вот. Полностью меняет всю форму. Давайте как-нибудь еще отсюда заберем, желтый. Нет, здесь много желтых. Ну, как-то вот так вот получается. Прекрасный. Прекрасная головоломка. Можно ли обойтись только версией плюс, не покупая версию без плюса? Да, можно, если вращать, как версию без плюса. То есть не вращать уголок, и будет вот такая. Поэтому, наверное, на нее и мало обзоров. Ибо я, ну, не особо сильно искал, но поискал некоторое время и не нашел ничего, чтобы понять, как это вращается. Добрые люди по картинкам меня носом ткнули, что можно вот так вот повернуть. Ну, и точно так же можно это делать и здесь. Поэтому этот пираморфикс полностью заменяет вот этот. Но сложность вот этого версии плюс сильно больше. Поэтому, если вы хотите подарить это ребенку, то, возможно, будет сложновато поначалу, если у нас непродвинутый. А так, собралось все интуитивно, без каких-либо дополнительных алгоритмов. То есть ничего я тут толково не вывел, потому что не потребовалось. Первым делом я собрал форму, чтобы большие элементы стояли на местах для больших, а маленькие на местах для маленьких. Как это сделать? Ну, просто берем, собираем что-нибудь, и видим, вот здесь вот не хватает большого элемента на этом месте. Тут их нет, где-нибудь надо поискать. Где-нибудь поищем. Вот сюда что-то вставилось. Лучше, конечно, не так. Вот. Вот этот элемент можно поставить сюда. Ну, чтобы здесь ничего не ломалось. Да? Как-то вот. И форма тут собралась. Тут не стало сильно хуже. Ну, и постепенно-постепенно так это собирается. Дальше интуитивно с пиф-пафами восстанавливаем по цветам. Сначала, чтобы вот к этим, к центральным таким элементам, которые тоже углы, вот эти маленькие подошли по цвету, а потом уже большие полукруглые к своим углам. Ну, а после собирается как пираморфикс. Кажется, что, ну, здесь вот куча вращений, и они помогут. Ну, на самом деле, не сильно. Да, сетапмовы какие-то облегчат, но собрать то, что не собирается, этим не получится. То есть, если вам нужно вот этот элемент переставить с этого места вот на это, вот так вы это не сделаете. Ну, может, и сделаете, но только в том положении, как вот в этом. Рекомендую ли я эти головоломки? Безусловно, да. И даже вот это стоит своих денег. То, что здесь есть, что покрутить, есть над чем поломать голову, вы ее не соберете за 20 секунд, как пираморфикс. Так это возможно. Попробую показать принцип работы на этой. Вот мы тут парочку поставим сразу, и нужно что-то поменять. Менять можно вот собранные на какие-то другие. То есть, мы будем разворачивать. Меняем вот эти два, они будут разворачиваться. Вот так вот. Раз, развернулись. Ну, тут тоже собранные. Два. Развернулись. А, еще бы не цеплялись. А, не со всех сторон собранные. Не повезло. Надо было получше перемешать. Да? Тогда так не выйдет. Но принцип, в общем, такой. То есть, поворачиваем другой стороной. Вот здесь вот у одного уголка куча не собрана. Надо ему сначала что-нибудь одно собрать. Потом его развернуть. Развернем его как-нибудь. Вот так. А ему уже можно собрать сюда зелененькую. Зеленая, желтая. Собравось. Но в центре, конечно, разумно ставить уголок, который уже полностью собран. Поэтому вот с этим можно поменять. Вот полностью собранный в центре. Тут два собранных. Их надо разворачивать. Это развернулся хорошо. Не ломая вот этого, мы можем его собрать. Вот так вот. Ну и так далее. Хотя что-то осталось. В конце может остаться, что их два нужно переставить местами. Тогда придется повеселиться. Но особенно это касается, когда мы маленькие. По тому же принципу собираем. Ну а когда осталось три, главное их развернуть. И все получится. Вот мы развернули, что два только. Ну и можно один поразворачивать. Пиф-пафами. Еще. Ну вот. А, ну тут тут еще не собранный. Да. Вот у нас один поставился, два нет. Теперь нужно еще вот это развернуть. Также пиф-пафы. Ну, путей, наверное, много. Я покручу, конечно, побольше. Не прямо сейчас. Но как-нибудь перед тем, как записывать обучающее видео. Вот так вот. Ну а дальше уже как пираморфикс можно собирать. собирать. В общем, глонг достаточно интересный. Я позже еще расскажу про этого ежика и ромбоидер. Они имеют такой же функционал. Вдруг у них что-то будет еще интересное. Тут деталь покрупнее, а тот повеселее. Ну, вот такие вот симметричные элементы. Они, конечно, прощают. Посмотрим, что будет здесь. Теперь я доволен, что приобрел и не жалею, как рассказывал в прошлом видео. Все хорошо. Пираморфиксы, цирковые, плюс-не-плюс можно брать. Версия плюс покрывает возможности обычной, но вдруг кому-то и обычной хватит. Тут тоже есть, что пособирать. Голову можно поразвивать. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.